Здравствуйте! Время Хохловой Покровской. Мы продолжаем свою работу на Медиаинформе. И сейчас по телефону 737-7310 вы сможете позвонить к нам в студию и задать свои вопросы, которые касаются ваших малышей Вере Игоревне. Итак, здравствуйте, Вера Игоревна! Здравствуйте, Вера Игоревна! Сегодняшняя наша программа 737-7310. Мы ждем ваших звонков. Психологи считают, что каждая семья хотела бы жить в мире. Но они же и считают, что в мире живут только равнодушные люди. Сегодняшняя наша тема – это братья и сестры в одной семье. Либо, как это говорят психологи, сиблинги. Здравствуйте, Вера Игоревна! Добрый вечер! Итак, мы говорим сегодня о сиблингах. Мы решили выбрать эту тему. Как бы, в общем, логическая цепочка всего предыдущего, о чем мы пытались здесь в студии размышлять. Да, конечно, потому что в каждой семье, где есть двое детей, всегда нужно лавировать и всегда нужно быть очень умным психологом. Маме, папе, бабушке и дедушке. И если каждый из нас подумает, взрослый сейчас возле экранов телевизоров, то у кого есть сестра или брат, что очень непросто складывались отношения между сестрами, между братьями, разница в возрасте где-то играла роль, где-то играла роль я старший, а этот ребенок младший. Ну, в общем, очень много непростых ситуаций. Но зарождаются они с детства. Они зарождаются с первого дня появления детей на свет. Вера Игоревна, ну, поедем сразу по причинам ссор. Вот какие ссоры возникают между детьми? Ну, вот одна из первых причин – это ревность. Потому что старший ребенок ревнует к младшему ребенку. Собственно говоря, и младшему не чужда ревность, правда же? Ну, конечно, и младшему не чужда ревность, и старшему. А старшему так вообще, как это так? Он был такой хороший, единственный. Он так старался быть нужным и папе, и маме. И тут папа и мама, или мама ушла, и тут же пришла с этим непонятным свертком, вокруг которого все скачут, а его никто не помнит, никто не видит и не слышит. И все сконцентрированы. Хотя все родители говорят, мы уделяем очень много внимания старшему ребенку, но внимания много не бывает. Внимания и любви всегда бывает только мало. И поэтому ребенок всегда ущемлен. Мама занята очень серьезными делами, своим здоровьем, нервными своими моментами, переживаниями по поводу младшего, по поводу того, как она будет и что будет, по поводу того, как будет дальше в ее семье, что произойдет в ее семье, как примут этого ребенка все. У мамы пока голова очень сильно занята. Особенно, если мы с вами вспомним, что второго ребенка часто заводят для того, чтобы сохранить семью. И тогда проблем еще больше. Но мы пока об этом говорить не будем. Мы будем говорить о среднестатистической, идеальной, счастливой семье, которой все счастливы одинаково. Хотя я могу поспорить, все счастливы по-разному. Абсолютно точно. Я тоже тут готова с классиком поспорить. Вот что бы вы посоветовали? Вот я читала, что в первую очередь старшего ребенка нужно оберегать от младшего. Вот я когда прочитала эту фразу, даже изумилась. Да, оберегать. Потому что младшие становятся очень хорошими манипуляторами. Они чувствуют, что внимание к ним привлечено больше. И бабушки, и дедушки. Он маленький. И поэтому старший как бы все время... Поэтому его оберегать от манипуляций маленького малыша, который этот прием быстро осваивает. Вы говорите о том, когда уже младший становится относительно понимающим. Но это не первые 3-4 месяца. Это уже ближе к 9 месяцам, когда он начинает активно передвигаться и активно интересоваться делами старшего. А на самом деле, наверное, вот эти вот больше чем полгода очень тяжело жить именно старшему ребенку. Потому что он не привык, он адаптируется. Потому что он не понимает. Он очень во многом пытается помочь. Его отгоняют. Ему запрещают. На него кричат, на него покрикивают. И ребенок начинает вести себя негативно, привлекая внимание. Это мы сейчас говорим о возрастных категориях, о разнице в возрасте мы поговорим чуть позже. Но сейчас мы говорим как раз о том, когда не очень большая разница. Да, когда не очень большая. Да и когда разница... Я не имею в виду разницу в десятилетии. Есть же и такие родители, у которых между детьми 10 лет, 12 лет. Тогда уже осознанно ребенок понимает, что происходит. Но когда ребенок еще не понимает, что происходит. Понимаете, здесь тоже вот мы говорим. Есть моменты, когда ребенок не понимает, что происходит, но ему по большому счету безразлично. Почему? Потому что он еще сам в таком полумладенческом возрасте. И его тут же набирается сон нянек, бабушек. И все вокруг него тоже подскакивают и прыгают. Поэтому у него как-то смазанно проходит вот этот момент. Нет, иногда еще бывает такая ситуация, когда одна из бабушек берет на себя старшего. Да. И она... По каким причинам? Это тоже глубоко можно копать. Потому что это может быть мама-мама или мама-мужа. Ну, в основном это мама-мама. Там свои какие-то внутренние взрослые отношения. Да. Где-то какая-то конфликтная ситуация. Здесь не конфликтная, здесь тоже самое. Когда мама-мамы считает, что она должна научить свою дочку правильно воспитывать детей. Это такая взрослая зависть и реку. И тогда у этого ребенка есть своя как бы отдушина, своя подушечка. Да, своя крыша. Да, своя крыша. Да, своя крыша, точно. Вот. А далее, когда ребенок уже осознан, осознает свое положение, когда он может идентифицировать собственное я, вот тогда мы и говорим об этом неприятии нового ребенка. И безразлично, кто это, мальчик, это девочка. Это абсолютно все равно. И когда старший мальчик или девочка всегда будет одинаковое неприятие, неприятие может быть одинаковым. И при этом родители, вот реакция родителей всегда одинаковая. Всегда одинаковая. Как так? Это же твой младший брат. Мы же тебе его, да? Мы же для тебя. Это же для тебя. А что для меня? Вы знаете, у меня здесь всегда появляется кадр из Диснеевской спящей красавицы, когда родилась маленькая Аврора, и подошел принц, да, и принес ей свои подарки. Ему показали, вот это твоя будущая жена, и вот этот вот у Диснеевской мимика шикарный. Вот это? Да, вот это. Обычно в этот момент моя внучка поворачивается, вот, потому что ей тоже вот это нравится. И это естественная реакция старшего ребенка на вот этот непонятный комок. А еще происходит очень часто в семье, как раскладывается ситуация. Мама больше с младшим ребенком, и считают, что дабы старший не был обделен заботой, он чаще с папой. Особенно если это мальчик. И таким образом идет разделение. Ну, якобы разделение, оно все равно здесь. Но это подобное разделение тоже. В данном случае здесь очень важно возрастной ценз этого старшего ребенка. Потому что если ребенку где-то 3-4 до 5-6 лет, то тогда ему мама просто необходима. Его больше волнует мама, чем папа. Папа — это некая угроза, особенно 5-6-летнему, которая может забрать у него эту женщину, которую он прочит себе в жену. Ну да, это для тех, кто не посвящен в эту тему, что каждый ребенок, помните Карлсона, да? Мне донашивать за тобой, потом еще на твоей жене жениться. Каждый ребенок мечтает. Может быть, к этой теме я как раз принесла любимую свою книжку. И здесь очень интересно собраны воспоминания о детстве очень многих интересных и известных людей. В данном случае очень интересные воспоминания сказочника, писателя Евгения Шварца о том, как у него появился младший брат. Я немножечко почитаю, может быть. Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Вы разрешите мне? Да, конечно. «Одевайся, скорее идем», — сказал отец. «Я, не понимая, что с этого мгновения моя жизнь переломилась, весело побежал навстречу неведомому будущему. Мама лежала на кровати. Рядом сидела учительница музыки и акушерка. Тут же на маминой кровати лежал красный, почти без носа, как мне тогда казалось, крошечный спеленутый ребенок. Это был мой брат». Помню, мама улыбалась, рассказывала всем о том, что Женя тут же побежал и к соседям позвонил и сказал, «Новый Шварц появился, новый Шварц появился». Однако этот новый Шварц заполонил весь дом. И я постепенно стал ощущать, что дело получается неладное. Мама принялась растить нового ребенка и спрашивать у всех, правда он хорошенький. «Было совершенно законно и естественно, что мама большую часть сердца отдала более беспомощному ребенку. Но мне в мои неполные пять лет это понять было не посильно. Я приглядывался, удивлялся и, наконец, вознегодовал. Жили-жили, вдруг хлоп, и явился этот». Вот, по-моему, это классическое. Вот, жили-жили, вдруг хлоп, и явилось это. «Зачем ты его принесла? Унеси сейчас же». Один из примеров, а это уже, так сказать, пример не из книги, а из жизни. Мне пожаловалась одна из наших телезрительниц. Сыну пять лет зовут Артем. И родилась девочка Машенька. Машеньке сейчас девять месяцев. Она говорит, у меня ощущение, что он ее просто ненавидит. Она говорит, мне стыдно об этом говорить вслух, но тем не менее, говорит, у меня ощущение. Хотя мы его готовили, мы говорили ему о том, что вот будет и так далее, и так далее. То, чему мы в прошлый раз фантазировали и учили заодно, да, родители, что с самого начала, с первых дней, когда вы уже решили для себя, что этот ребенок будет в вашей семье, ребенку старшему нужно оповестить его. Не спрашивать у него, не задавать ему вопрос, хочешь, не хочешь, не он решает. А оповестить его о том, что у нас радость в доме, у нас будет. Но как бы вы ни оповещали, как бы вы ребенку не рассказывали о том, что будет ребенок, для него это абстракция, это очень такая гипотетическая новость. И поэтому, когда вы приносите это домой, и когда это начинает пищать, и занимать у него, отнимать у него маму, вот тогда у него и появляется ощущение, вот оно и появилось. Мало того, не обещайте старшему ребенку, что у него родится товарищ по играм. Да. Потому что говорят, вот, у тебя появится второй ребенок, второй малыш у нас появится в доме, он будет с тобой играть, вы будете вместе еще там, я не знаю, там, твоим слойником. Все это кошмарная информация. Но мало того, что кошмарная информация, это же еще и неправда. Потому что этим ребенком никто не будет заниматься, будь бы старшим ребенком, даже, ну, именно тогда, когда это ему нужно. Мы, взрослые, смотрим на это немножечко иначе. А даже когда старшие подходят, очень многие мамы говорят, иди, иди отсюда, он еще маленький, он еще очень маленький. Но для того, чтобы их сблизить, наверное, нужно разрешить старшему ребенку потрогать ножку, подойти, погладить, попросить его принести подгузник, выключить свет, либо принести одеяльца, выполнить свои мужские или женские, девические какие-то обязанности. Ну, то есть привлекать его очень аккуратно и очень постепенно. Некоторые советуют еще такой ход. Вот если ребенок закапризничал, заплакал, вы заняты сейчас малышом, не до старшего, то, успокоив младшего, прижмите к себе старшего и начните ему рассказывать, какой он был очаровательный, как его ждали. Конечно, а это... И он был точно так же, хотя они говорят, нельзя сравнивать детей, но тем не менее, ты был тоже вот такой же маленький. Ты знаешь, ты так пищал, но у тебя был голосок повыше, да? То есть нюансы какие-то. Ну, нюансы, которые будут... Либо какие-то смешные, очень милые истории, в которых старший ребенок выглядит очень позитивно. Тогда это все будет очень и очень... Уже потихонечку они начнут сближаться малыш, ваш малыш младший и малыш старший. Потому что старший уже будет смотреть на младшего и как бы, в общем, проецировать... Вот я тоже был такой же. Да. Вот я точно так же плакал. Может быть, тогда вы снимете какой-то эффект раздражения по поводу слез. Естественно. По поводу каприз, по поводу болезней. Да. Ну и обязательно нужно на ночь, глядя, обязательно ребенка старшего приголубить, рассказать, какой он неповторимо ценный для вас, на какой он для вас важный и любимый. И заметить в течение дня какие-то его положительные моменты, обязательно в конце дня похвалить. И не забыть, как учили много раз, простите за слово, учили, советовали, не советовали, фантазировали. Двенадцать раз за день к нему прикоснуться и не меньше, чтобы он чувствовал себя любимым. То есть тактильное прикосновение обязательно. Не менее трех. Ну это минимум. Это минимум. А лучше двенадцать. Вот. И еще один совет, который тоже я вычитала. Если ребенок спал с вами, старший, то с момента, который обозначен, то есть скоро будет новый малыш, нужно старшего не связывая эти два события между собой, да, Вера Игоревна? Не говорить о том, что вот у нас скоро перетурбация, здесь будет другая кроватка или что-то, а постепенно его мягко отселять, придумывая другие поводы для отселения его на свой диванчик или в свою комнату. То есть придумывайте, и тут уже ваша фантазия. То ли ты вырос, то ли… Ну очень спокойно. Это нужно делать очень спокойно. Но не связывать с появлением малыша. Да, потому что он сам это свяжет. Он сам это свяжет. И постепенно приучайте к тому, что другие члены семьи, например, в укладывании спать, принимают активное участие. Папа так соскучился по тебе, он сегодня так хотел уложить своего любимого сына спать. Позволь папе сегодня это сделать. Конечно, сегодня. И приучать, потому что скоро появится малыш или малышка, и ваши ручки будут заняты. Вы планируете вообще иметь двух или более детей, когда вы будете либо поочередно с детьми заниматься укладыванием спать и всеми вечерними ритуалами, либо поочередно с ним, со старшим я имею в виду, с первым ребенком заниматься. Тогда проще проходит адаптация при рождении второго ребенка. У нас звонок. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы задать вопрос. Пожалуйста. У моих детей проблемка. Старший мальчик, ему сейчас три годика, он пошел в садик три месяца назад, а полгода назад родилась у нас внучечка. И ребенка как подменили. Он постоянно играется с машинками, не хочет идти на улицу, не хочет смотреть мультики. Просто замкнутый ребенок. Подскажите, как нам быть, или это нормально, или он ревнует. Вот такая проблема у моих детей, они стесняются спросить. У них два с половиной года разница получается, да, между малышами? Да. И родилась девочка? Да. Малышка-девочка. Спасибо, спасибо. Вера Игна, в принципе, у малыша нормальная, мы не спросили единственно, кто он еще, тигренок, да? Ну, вы понимаете, ребенок, очевидно, раз это уже дедушка звонит, то, очевидно, там очень серьезно все. И вернее всего, что, смотрите, родилась маленькая, младший ребенок, а старшего отправили в сад. Что произошло? Он всецело, наверное, занимался, был занят, он был единственным в семье, а тут появилась девочка. То есть он, может быть, как-то связал для себя, вот то, что мы говорили. И ребенка, мало того, что это маленькая девочка, и в семье появился еще один ребенок, его еще и выгнали из семьи. Хорошо, что делать? Он занимается, что делать? То есть это, простите бога ради, это мы фантазируем, как может ребенок это воспринимать, потому что дети не так воспринимают, как мы. Я понимаю, что оскорбило слово, может быть, выгнали. Ну, выгнали, это я, я говорю, мыслями ребенка. Да. Его якобы выгнали из семьи, он чувствует себя, как будто бы изгнанным из семьи. Во-первых, не заставлять, не насиловать мультиками, игрушками другими, не ругать. Не кричать, ни в коем случае не возмущаться, не бояться. Вот не бояться очень важный совет. Очень было бы неплохо, если бы вот к этим играм в машинке присоединился папа или мама в свободное время с разрешением ребенка, входя в эту игру, постепенно изменяя ее, было бы очень неплохо, если бы вот то, что мы только что с вами проговаривали, с этим ребенком на ночь мама уделяла ему 10-15 минут и говорила о том, насколько он важен для нее, насколько он любим, любим вне зависимости от всего, насколько ей необходим этот ребенок и запастись терпением. Деревина, здесь еще один фактор. Ребенок не хочет никуда из дома выходить. Значит, здесь поселился какой-то страх, что его могут не забрать из детского сада. Это мы фантазируем, еще раз предупреждаю. Да, вы правы. Но это нужно проверить. Значит, может быть, в этих беседах мамы нужно похвалить этот детский сад и сказать о том, что и вот скоро девочка тоже пойдет в детский сад, потому что все дети ходят в детский сад. Ты уже более взрослый, поэтому ты первый пошел. Она пойдет, когда она повзрослеет. Ну да. То есть приучать его к мысли, что детский сад он пошел не потому, что появилась она. Мало того, еще обязательно нужно говорить, я тебя заберу из детского сада, и ты пойдешь гулять с папой. А может быть, даже поиграть в игру, слушай, я так скучала по тебе вчера, мы сегодня тебя, наверное, раньше заберем. Ты не возражаешь? Ну, это тоже было бы очень хорошо. Конечно, это все веселье, это все игры, но эти игры должны приходить маме и папе в голову, когда она занята не, знаете, не будем говорить, не расстройством, не недоумением, даже не злобой на ребенка, а когда мама и папа, как два столба, спокойны, размерены, вот тогда эти мысли и придут в голову. А главное, отгоняйте от себя чувство вины, что старший отделен, потому что вот уже дедушка звонил, я уже чувствую, что беспокойство, которое переходит в чувство вины. Вы ни в чем не виноваты. Вина в данной ситуации – это ложь. Я, может быть, немножечко, что скажу, немножечко иная, но и любить обоих детей одинаково нельзя. Конечно, так это невозможно просто. Если вы, ну, это же нельзя, это мои дети, я их люблю одинаково. И попробуйте сказать какой-нибудь бабушке, что вы сейчас любите этого больше, а этого меньше. Конечно, я в данный момент люблю больше свою новорожденную дочку, потому что у меня безумный страх после родородов, что там и как. Это естественно, но это не зазорно, это не нельзя, это можно. Можно любить детей по-разному. Одного сегодня больше, а другого меньше. Главное – принимать их, как ваших детей, не за что-то, а просто принимать их так, потому что это ваши дети, потому что вы их родили, и вы хотели, чтобы они появились на свет. Я предлагаю вам сейчас посмотреть маленький сюжет с симпатичными, совершенно очаровательными детьми. А наш телефон – 737-7310. Задавайте вопросы и делитесь своим опытом. Нам бы это было очень любопытно. Человеческим отношениям мы учимся в семье. Отношения между братьями и сестрами постоянно меняются. В разные периоды жизни они отдаляются друг от друга или сближаются. Это очень сложная задача, но ее можно решить. Нам нужно разобраться с собственными чувствами и помочь детям разобраться со своими, преодолеть их гневные, запутанные эмоции и использовать их позитивным образом. Мы хотим, мы должны сделать наших детей чуткими, сознательными, заботливыми людьми, научить их жить вместе, несмотря на глубокие различия. То, как мы общаемся с детьми и как учим их взаимодействовать друг с другом, даже в самых сложных ситуациях, может стать для них нашим лучшим подарком. Итак, наш подарок, как я озвучила, да, это то, как мы общаемся между собой и то, как мы общаемся с детьми. Вот этот звонок дедушки, это мы не знаем всей, ну так скажем, истории семьи, поэтому нам сложно анализировать. Но общение – это очень важный фактор для ребенка. Конечно. И с ребенком очень важно общаться, показывая ему свои и его чувства. Ты, наверное, злишься сейчас. Ты, наверное, сейчас рассержен. Ну давай, давай мы с тобой поговорим на эту тему. Как ты рассержен? На что похож твой гнев? И поэтому вот этому дедушке, может быть, тоже одна из фантазий наших – проговорить с ребенком, почему так происходит, может быть, он откроется. Потому что вот в одной книге я читала, ну это жесткий психолог пишет, когда ребенок подошел и сказал, давай его выкинем, я не могу уже на него смотреть. То есть родителям страшно это даже слышать. Да. Это страшно. Не бойтесь, это не страшно. Это не страшно, это нормально, и никто его не выбросит, тем более, что вы все время возле этого ребенка находитесь. Нет, то есть пугает, что у старшего моего ребенка отношение к моему же ребенку, да, вот здесь и мамы, и растерянность, и страшность. Да, это страшная растерянность, это очень-очень страшно. Не бойтесь, вы не одна такая мама. Во-первых, не нужно этого бояться, а ребенку нужно сказать, я понимаю тебя, тебе надоел он, он только маленький, он так много кричит, но он же вырастет, а тебе он уже надоел, ну давай посмотрим на него, давай посмотрим, как вот он здесь. Смотри, вот он улыбается, он увидел тебя и начал улыбаться, а улыбайся, видишь, он хочет тебя видеть. Давай мы с тобой посмотрим на него, а потом поговорим вместе. При этом вы, младший лежит, а старший вас с вами привязан к вам вашей же рукой, а потом вы садитесь с ним и начинаете его гнев направлять в, будем говорить, в хорошее русло, да. Берете карандаши, рисуете, значит, берете карандаши, лепите. В чем полезность этого? То, что вы лепите, можно скомкать, а это можно... То, что мы много раз говорили, еще хорошо в этой ситуации. Я прошу прощения, сегодня произошел в нашем доме такой случай, когда одна внучка рассердилась на другую и написала бабушке письмо. Соня дурак. Я считаю, что в данном случае она свой гнев, вот это то, о чем я говорила, девочка свой гнев перенесла на бумагу. Она разрядилась вот в этом месте, и она была не физически наказала эту бедную Соню, а то просто на бумаге написала. Порвала и выбросила, и успокоила. Есть еще очень хороший, это опять возвращаясь, я все время думаю об этом дедушке, который встревоженно позвонил, есть хороший метод сказкотерапия. Перенесите на медвежонка и медведицу вот эту историю. Некий мальчик, а это теперь будет маленький медвежонок, жил в семье, там появился еще один медвежонок, и вот тогда ему стало. И попробуйте нащупать его чувства. И ему стало грустно, и ему захотелось или уйти из дома, или залезть под плед, и долго-долго там лежать, и ни с кем не разговаривать. И вот придувайте ему только на фоне медвежонка, но потом, когда он увидел, как забеспокоились и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, как они его любят. И вот так через сказкотерапию вы поможете, может быть, ему что-то проговорить, потому что он услышит похожее свое состояние, но только это будет медвежонок. Но это будет медвежонок, и дать ему роль либо этого медвежонка, либо маленького, который только что появился. А вот когда вы дадите ему роль маленького медвежонка, который будет якобы он, вот тогда и появится вот этот вот момент, когда он сможет. Это же не он говорит. Ну да. Это же говорит медвежонок. Медвежонку можно, это мне нельзя. Главное еще одно, родители, позволяйте ребенку гневаться, позволяйте ему высказывать свой гнев. Потому что в незлобливой среде, в среде, где есть запрет на гнев, запрет на высказывание агрессивных чувств, оно потом проявляется либо в более взрослом возрасте, либо выходит в элементарную психосоматику в виде ОРЗ, в виде катара, в виде других моментов. Да, он просто начинает болеть. Да, да. То есть агрессию нужно проявлять, позволяйте. Еще есть не только сказка терапии, а то, что мы говорили, да, игрушки, которые, казалось бы, банальные вещи, говорю, но тем не менее, может помочь. Куклы, которые надеваются на руку, попробуйте ребенку надеть, ну, я не знаю, кто у вас будет под руками, лисичка, медвежонок и старший медведь, предположим. Две тряпичные куклы. Это можно с варежками играть, с чем угодно, на руки. Вы проговариваете диалог с ним, он будет медвежонок, медвежонок старший. Медвежонок старший спрашивает, ты почему не хочешь общаться, ты почему только телевизор смотришь и молчишь? Пусть он отвечает, пусть он говорит, но это опять-таки вот то, что Вера Игоревна говорит, это не он говорит, хотя говорит-то он, он свое проговорит, но это для него, это говорит медвежонок. Мы устроены иначе. То, что мы советуем, кажется, иногда может быть идиотизмом взрослым людям, потому что, ну, что таким образом? Это естественно, потому что мы уже просто научены немножко. Да, да, я понимаю, но и Наталья Леонидовна, и я, мы иногда от людей видим, слышим, когда вот в быту такие вот либо какие-то взгляды, либо какие-то смешные словечки и выражения, но мы к этому привыкли, во-первых. Во-вторых, мы умеем с этим справляться, и мы этому не обижаемся. Мы на это не обижаемся, и мы не держим ни на что зла, потому что мы понимаем, что мы делаем, мы понимаем, что происходит с людьми, которые делают нам какие-то замечания. Но этих людей становится все меньше и меньше, потому что, когда люди видят результаты нашей работы, я не имею в виду, когда я, например, работаю в кабинете. Нет, ну, понятно. Нет, нет, нет. А это я имею в виду бытовые моменты. Да, нет, просто иногда людям кажется, что это даже бессмысленно пробовать. Вот я к чему вела. Ну, не нужно бессмысленно пробовать. Особенно интересно это проявляется, когда уже будем говорить, мальчики, девочки уже чуть-чуть постарше. Вот, Вера Ильина, вот об этом мы чуть позже поговорим. Начинаются ссоры друг с другом. Давайте уйдем на рекламу, потому что это долгий разговор. Сейчас мы уйдем буквально на несколько минут на рекламу. 7-3-7-7-3-10. Мы ждем ваших вопросов. Обменивайтесь опытом. И через несколько минут мы вновь в этой студии продолжаем разговор. Здесь живет Ветончик. Запомните адрес. Греческая, угол Красный переулок. И если вы зайдете к нему в гости, то обязательно найдете что-то важное, увлекательное, необходимое для своего маленького гения. Развивающие игры и игрушки. Умные книжки и говорящие. Тактильные и пальчиковые куклы. Переодевалки для модниц и разные инструменты для маленьких мужчин. К чему бы вы здесь не прикоснулись, все учит, образовывает, раскрывает таланты, дает навыки, веселит и поднимает настроение детям и взрослым. Зайдите в Ветончик. Это совет. Умным родителям от педагогов и психологов. Ветончик живет по адресу. Греческая, угол Красный переулок. А узнать, что у него новенького, можно по телефону 725-84-11. Субтитры создавал DimaTorzok